Так, друзья, всем добрый вечер. Сегодня суббота и уже вечер. И мы с Викой управились только что, а это, я думаю, покажу вам Жевжиков. И насчет Сани. Насчет Сани. Он еще не приехал, он уехал, пошел еще в 5.30, ну короче, на электричку, у него в 6.05 утра электричка. Звонил, есть там и плохие новости, ну, очень плохие. Звонил там часов 10-11. Как я как раз поїхал дозы куплять, я сегодня мы осеменили две свинки загуляли, съездили по дозе, и он мне звонил. Ну, сейчас я вам покажу Жевжиков, бо обещал уже давно, и позвоним Саню, вы знаете сами, что там происходит. Поросята, короче, ситуация по поросятам, по Жевжикам нашим. Ось вон и сами Жевжики. И тут одна проблема. У меня такой... Хороший какаш. Нет, тут вот, да, вот. Вот, подивите, некоторые валят нормальными какашками. Заходь их сюда, встану. Некоторые нормальными. Большинство нормальными. А, не знаю, штук четыре, пять. Понос. И это не те, что было у них понос, был понос у Линзани. А тут я сегодня замечал понос у здоровых, у Нюркиных. То есть кто больше ест, я так понимаю. Вот показал. Ну, что это понос? Ну, можно сказать, уже таки заканчивается, так? Густенький, сформированный. Вот. Я, кстати, все посыпал, потому что они же туда, кто-то попалывал. Такое непонятное. Думаю, чтобы не поскользнулись, а не спалось. И что я решил. Мы, короче, в первый раз прокололи их амоксицерином носили. Там по полтора кубика сил. Ну, вроде бы, да, большинство прекратился, нигде нет поноса. А так поштучно есть. И сегодня поехали в адаптеку. Кажут, дайте вас поносу. Он как осталось, возьми Тим Тил. Тим Тил от поноса там, по-моему, кубик на 10 кг живого веса. 120 гривен. Не знаю, сегодня кого-то не будем. Подивимся еще до завтра, если не прекратился. Воно там, в принципе, страшного ничего нет, но лучше, я думаю, другого. Все равно я их дожу сейчас в предстарт, мешаю со стартом. И вот так. Ну, а ценный период так и есть, чтобы получается, после отъема, а это неделя, дни в 10, вот это такое непонятно. Ну, я вам скажу, у меня давно такого не было. Я как-то спорюси, выводки были, сколько. Еще и мне написали, что у тебя никогда поросят поносы, наверное, потому что их не было. А ценный раз поносы есть. Ось. Не у всех, но так поштучно есть. Ну, видимо, он в основном жопки чистый, да? В основном. Ну, вот, был бы тоже, ось, здоровый поносы, он не поносил вот этот, вот этот здоровый, этот нюрк, он поносил, потому что он много ест. Девочка. Девочка, да. Вот, в основном, дивился жопки чистый, не поносый. Вот ухречок до тебя подошел, вот ухречок. Ну, это, короче, понаблюдаю до завтра, и потом будет следить, что с ними. Вот так пишут, как ты борешься с поносами. Их порыцы у меня, чтобы вспомнить корень, потому что они поносы, это очень легко. А сейчас, я думаю, из-за чего? Там они воду пили со скважиной, а тут воду крюк с колодеза. И, я думаю, это вода сыграла свой рот. То, что они были в меня в тунт-сарай для дьема, там, получается, он тоже, бачите, понос. Вот, для твоей. Это уже густенько. Ну, густенько, ну да, формируется, да, уже. Уже не вода. Ну, не вода, так. И вот я, как туда их переводил, я воду брал со скважины, и мы туда населены, насыпали витрами, наливали витрами бочки у скважины. А сейчас, получается, мы их перевели, я награв в колодезе за 300-летию, и они их пьют, это за другую бочку 300-летию набирают. Идите сюда, что вы меня откушаете все? Ну, а так, все живут здоровые, что? Не скажу, что кто-то чахнет. Что все тут за хрустину? Вот, а есть? Есть. Ну, бегающие, какие-то маленькие, вроде бы, да? Да? А это, чие-то рыжие волосы? У кого меня собрали? Нежки, или инди? Нежки, наверное. Да. Так что вот, вот так жевчик, нормально. Ну, вроде бы, наши трошки взрослые, да, рыжие? Ну, еще не очень. Они сейчас из дней 2-3 хройда, это первые 10 дней, вот эти ямы хройды, після-тьемные, и потом начнут уже хорошо ести, втянутся, привитнуть до води, привитнуть до корма, и уже начнут, и начнут ести, и начнут хорошо идти. Видите, как хорошо из щелевых волей? Вот я просяд запустил, дальше тут и мухнем. Я дверь не закрываю, тут так, как я сказал, обилимарнують, два стеклашка в окне витянули, и им притока хватает, склозняка немае, и тут приточка. Вот. Двери закрытые, мух нема. Мух, как и залетает, он вверху ленточки приклеивается. Надо поменять туда ленточки. И все. Я ничего тут не делаю. Подключил воду, накачал воду, занес раз в день, им корма насыпало. И так будет, пока они не вырастут. Накачал воду, и занес утром, и потом позже, еще и вечером, ну то есть, они два раза будут насыпать, так как уже будут исты. А, тут пиздец. Ну, вроде будет, дивиться, жопти чистый, да? Да. Ну, я взглянусь. Ну, связанный билетей вот так. Вот так, да? Ага. Ну, так, ну, штук пять может кто-то поносит. А так все жопти чистый. Чистый? Мне вот это играется. А вы все. Иди сюда, жопти чистый. Ты на нюнку похожа. О, слик, не ложитесь. И в детство, но ничего. Ну, так вроде бы и название, да? Вот тут мы и останем на щелевых полах 25 штук. Размер четыре с половиной на четыре. Две плиты по два метра. Вот так. Четыре, а так девять плит. В основном разу и девять трогов. Восемнадцать плит. О, вот тоже поносит. О, поносит сами в здоровье, нюнками. Вот они самое большее начали ести корм и поносит в основном здоровье. А маленькие уже линди не перестали поносить. Так что, я думаю, нормально все будет. Ну, если завтра еще таки продолжатся, это выборочный понос, завтра проколим тень тела. Ну, что, друзья, пошли. Подзвоним Саньке. Корм у них тут уже доедаете, а тут еще много. Вот тут, покажите. Насыпать не буду. Хай тут доедать и потом будем уже досыпать. Ну, все завтра насыплю. Ну, а так роденькие веселенькие, да? Девять. Роденькие веселенькие, деми, потом сочи старовка. Хорошо так, содержание, конечно, бомба, да? Просто сказка. А так, если бы были в том сарайе, сейчас из вечера выходят, надо у них зачищать, управляться. Они все грязные, ну, то есть, валять для попала, ну, мух богато. А це мух богато, вот позалетало, потому что мы же дверь открыли, сейчас ролик снимаем. А сейчас закрием, и тут всегда закрыто, а те, что залетели, прикриваются. Ну, он бегает, вроде бы, звездят, все нормально. Боря, декай. Да нет, подросхойленькие, да? Да, я думаю, нормально все будет. И там мені писал фамилия Пивовара от поноса. Амоксицидин, якому весел вдруг не поміг, ну, він в основном помогал мені. Оце купил таким телом. Так что, будешь знать, что, 120 гривен, а амоксицидин стоять 380 гривен. Правильно? Закрываем их. И все. И вон им туда приточка ось иде. Два веконца. Мухи не летят. И им отлично. Ну, и можно набрать саню. Бо, в комментариях я ось выходил в управляться, почитав, як там Саня, приехав чи не приехав. Сейчас узнаем. Я с ним балакал до обидця. Він казал, если что, перезвоню, если телефон не сяде, а, я думаю, может систи, у него тут по два дня не залежав. Сейчас узнаем. При вас звоню. Занятый, наверное, Серегой балакал. Ну, казалось, что вроде бы сегодня приедем. Мне вот, как мы балакали, я сегодня приеду, успею, вечером на электричку. А может, уже не в него телефон, может, Сереге подарил. там все может быть. Ну, если годки идут, если, допустим, украли в него телефон, отключили в карточку, да? А так можно отдыхая или бачите, не бере. Или Серегой балакал, занятый. А электричка у него пять с чем-то, да? 17,25. А сейчас быстро 10,5. У него через получается 35 минут электричка. Может, спешить на электричку, бежит, Я закажу и сам понимаю, что ну, бачите, вот. Наверное, с Серегой общаются. А он прийде, я скажу, я звонил, что ты трубку не брал, а я не чувствовал, ну, таке что-то, не чувствовал, где-то ехал, угодила маршрутка, или там машины двигают, что мне, ну, что-то такое. Ну, так. Ну, сказал так, что или сегодня прийде, а если у него там получится, он с кем-то там в электричке познакомился, с какой-то с какой-то дамой, а вона с Салтовки, то тоді він утром прийде, а если він туда не поїде, то вечером сегодня, ну, так я, сказал, что вечером, а там кто ехал, ну, вот, бачите, как там Саня, как там Саня, а то мне пишите, как там Саня, как Саня, вот, вот так, с Серегой общается, или, ну, если украви телефон, то карточку вытянули, возвращается. Будем держать вас в курсе, завтра у нас воскресенье, завтра мы ничего не робим, ну, как ничего не робим, я имею ввиду, по строительству, мы, понеделок у нас трактор, на 9 часов копать, а завтра таке, ну, тут уже мы все разобрали, там, кучи пообирать, и все, ну, там, мешки, и грушу, крупорушку, там, сковородку, надо мне, куда все одевать, одевать, все, никуда, в ангар, тоже, не хочется, тянуть, и почитал я ваши коментарии, что, хорошая идея, саня на шлакоблок, ну, большинство пише людей, что, как выгонишь шлакоблок из земли, сделать армопояс, на армопояс положить плит, а тогда дальше гонить стены, и вверху на стенах армопояс, хотя бы там по 2, по 4 нитки арматури десятки, ну, это, конечно, этого хуже не будет, я думаю, скорее всего, так надо, наверное, делать, чтобы не рисковать, не думать, как там плита лежала, там, на этой бочине, еще, чтобы точно сделать армопояс, положил плит, оставил на стены, вот так, ну, что же будем так думать, ну, короче, это такие дела, как приедет, выйдем в эфир, не звонит ты, Сашко, какой, такой же я могу, ты в нем звонил, так, я сказал, что звонил, Сашко, слышь хорошо, не, там не все хорошо, ну, еще третий раз набираем, чтобы, вот, не чувствую, без столб, если трубки не хочет брать, то, это все равно, так что, вот таки дела, будем держать в курсе, как появится, выйдем в эфир, я уже, наверное, сказал, всем все самое научу, не забывайте, хвосты вверх, джевжики я показал, потом я как раз сделаю ролик про ангар, сколько он вышел, нам просто надо поднять свои талмуты, Вика записывала все время, посчитать, посчитаем, сколько вышел затрат, и потом кто-то пишет постоянно за ангар, сколько вышел грошей за ангар, ну, я просто не пойму, что он отдаст, мы же все сами делали, так сказать, все с БУшки, мы только про флисновый купили, а, и брус, а то все БУшки, ну, да, ну, все равно я скажу, сколько, сравнительно недорого, в наше время, недорого, я посчитаю, я скажу, мы потом про ангар снимем, так что, всем пока, пока.